Волейбольный локомотив приступил к тренировкам. Пока не в полном составе. Еще не приехали иностранные легионеры и представители тренерского штаба. Ожидается, что игровой сезон начнут в сентябре с предварительного этапа Кубка России. Вероника Иванова наблюдала за тренировкой. В руках не мяч, штанга. Волейболист локомотива Сергей Савин подготовку к сезону начинает в тренажерном зале. У каждого здесь своя программа в зависимости от данных и амплуа в команде. Тренируются небольшими группами. Профилактика превыше всего. Завтра будет еще и атлетика на свежем воздухе. Пока никакого волейбола. Коронавирус спутал карты еще в конце прошлого сезона, когда новосибирцы без финальных игр получили чемпионский титул. Но триумф остался в тени эпидемии. Получился сумбурненько. И каких-то прям сверх эмоций не было. Но в любом случае мы были удовлетворены результатом. Мы хорошо провели сезон. И считаю, что заслуженно получили титул. Поэтому сейчас эмоций нет. Сейчас готовимся к новому сезону. И там немного новый состав. Поэтому будем плодотворно идти к цели. Не приехали в страну пока главный тренер Пламен Константинов и иностранные легионеры. Состав команды изменился незначительно. Но привыкать придется. Как минимум к новой площадке. С сентября, когда должен стартовать предварительный этап Кубка страны, базой должен стать уже региональный центр волейбола на пересечении Фрунзе и Подромской. Здание достраивают. Уже постелили волейбольный паркет. По проекту центр сможет вместить 5000 зрителей. Ссылка, чтобы купить билеты на официальном сайте волейбольного локомотива пока не работает. Это и понятно. Понимания, как зрители смогут посещать матчи любимой команды в клубе пока нет. Вопросов, в принципе, больше, чем ответов. Ведь чтобы разработать цену билета, их число, какие-то абонементные системы, нужно знать, по каким правилам будет осуществляться рассадка зрителей в период пандемии. А также, в принципе, представлять, как устроен зал нового регионального волейбольного центра, который до сих пор еще не сдан и все еще строится. Матчи без зрителей – дополнительное испытание. Без поддержки прошли последние встречи на домашней площадке в борьбе за Кубок Европейской волейбольной конфедерации. Анализы на коронавирус теперь обязательна часть подготовки. Сделали тесты и сделали еще на антитела. Это что касается команды. Плюс все работники клуба, кто как-то соприкасается с командой, тоже прошли такую же данную процедуру. К нам сюда непосредственно приезжала лаборатория, сделала. Вероятно, от команд перед каждой встречей будут требовать результаты тестов, сделанные за двое суток. А в планах – участие в международном турнире Лига чемпионов и игры в разных городах Европы. Старт розыгрыша намечен на осень. Вероника Иванова, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Данил Смирнов, Новосибирские новости.